...между тем, что чувствует душа, куда она зовёт, и тем, что хочет ум. Да? Идея такая, самая важная идея, здесь вот очень важный момент. Значит, чтобы не было проблем при выборе своего партнёра, нужно просто ум соединить с душой. Когда ты... А что значит ум соединить с душой? Значит, отключить ум. Помните, говорили про йогу, да? Вот здесь, сейчас. Отключить ум и жить по душе, почувствовать. Жить по чувству. Жить, почувствовать. Здесь была маташа, ещё одна, они ушли. Почему? Она сидела, хотела от ума понять, как ей нужно строить отношения, от ума. Да, ум тоже нужен. Сначала нужны правила, это связь. И потому что, что мы сейчас, в принципе, делаем. Сейчас я работаю на ваш ум, на пятую чакру. Что мы просто имели схему, как это делать. Но затем, чтобы это хорошо работало, вам нужно это пропустить через чувства. У каждого свой путь, как выбрать партнёра. У каждого своё понимание, что ты такой хороший партнёр. И хорошие или нехорошие, это с каждым как раз вот здесь, в душах. По-моему, можно посмотреть, сразу же график. Окей. По моему классу. Проходит мне по моему классу. Есть общие ценности. Так, по возрасту подходит. Мама, папа тоже дружат. Мы находимся в одном пространстве. У нас единственная духовная вера. Супер. Классно. Всё. Мы проходим. Но душа говорит, это список. Но мы не можем. Это не для меня. Потому что каждое понимание. Духовный человек, или образованный человек, или богатый человек, или разумный, у каждого своё. И даже за этих всех, каждому подходит то, что нужно для него. Окей? Итак, быстрее. Итак, для того, чтобы быть партнёра, мы... И это партнёр будет тот, с которым мы будем всю жизнь, всю оставшую жизнь. Мы должны... Самая важная задача номер один. Это уму услышать душу. Уму услышать душу. Номер один. Если мы будем слушать каждый раз, и мужчина, и женщина, подходит ко мне молодой человек, или я, у меня родители знакомы, я слушаю, как моё сердце говорит. Мой человек или нет. Если вы можете сто процентов сказать, что пункт, да, научился, чувствуешь, слушай душу, всё, у вас проблем не будет. И не только в выборе партнёра. Что вы не делали. Вы при профессии. Идти налево, идти направо. Прекается? Да? То есть душа, номер один. Соединить ум с душой. У кого откликается? Вкликается? В моём понимании, чем бы я ни занимался, куда бы я ни шёл, какие решения я ни принимал, если я пользуюсь сигналами души, я никогда не ошибаюсь. Почему? Моём Богом понимание, что душа, она знает, для чего она с тобой пришла. Ум только для того, чтобы управлять телом. Пошёл налево, пошёл направо, быстрее, медленнее. Но душа знает, какая программа. Самое простое, своё предназначение, вы можете узнать, составив медицинскую карту, хотя бы, да? Матальная медицинская карта, где говорится, с какой задачи ты сюда пришёл, какое это предназначение. Определить свой класс нужно. И ещё очень важный момент, да, того, что прежде чем выйти на старт жизненный, начать жить по новому, по новому опыту, отрабатывать это свой опыт, своё задание, которое мы сюда пришли, с чего начать. Моё понимание, сам первая задача, это та, конечно, то, что мы помним на посознании, да, с прошлой реакцией, но физическим, также показанием того, что нам не хватало, вот, первые 14-11 лет у девочек, в общем, до полового созревания. До полового созревания, в моём понимании, мы находимся на карме родителей. Внимательно, что ли? До полового созревания мы живём на карме родителей. Окей? После полового созревания мы начинаем зарабатывать свою карму, свои грехи. А что мы об этом, до этого говорили? До этого. Первая задача, на которой нужно работать. Вот то, чего мне не хватало, до вот этого периода полового созревания, с точки зрения гармоничных отношений, которые вы, в принципе, на примере родителей. Я смотрю картину папа-мама, какие отношения. Нравится мне это или нет? Что говорят о мне? Какой я упрямый, безответственный, вспыльчивый, лентяй, спортом не занимаюсь, кушаю много, по ночам, и так далее. Вот всё то, что у меня нехорошее на этот момент, это как анамнез, да, к доктору пришёл, кто-то говорит, так, ну-ка, что у тебя тут? Вес, рост, частота дыхания, присядь в 20 раз, упал отжался, пусть попробовали. Вот то, что мне не хватает, с точки зрения полноценного развития человека, гармоничной жизни, это то, на чем мне нужно работать, в первую очередь, в моём понимании. Это программа номер один, в которой осознанно я понимаю, на чем надо работать. И чем быстрее я эту программу доработаю и выйду на старт полноценной жизни уже с этими инструментами, тем дальше мне будет легче идти. Если же, к примеру, если моя задача научиться в новом теле, в женском, приправы меняют дела, да? Ну, легко можно где-то посмотреть, какого-то мальчика или девочка. Кажется по своему. По карте можно на то, на то, как ты себя вёл. А если моя задача стоит развить женственность, мягкость, научиться понимать мужчину за лидера, как вы думаете, в какой семье я должен родиться? Там, где мама не принимает. Где всего этого правильно не будет. Если я имею задачу научиться смирению, принимать мужчину за лидера, прошу себя в семье, где всё, папа, мама, всё, всё, всё хорошо, любовь и радость, благость. Нет. Да? Почему? Потому что я тогда получу весь опыт, сам ничего не делаю, но всё готово. А я спрашиваю, зачем? Чтобы этому научиться. Поэтому это первые признаки. Друзья, вот то, что вы видите, вам не нравилось, папе и маме, братцы, сестра, приезжайшие родственники, это то, над чем нам надо работать, в первую очередь. И если мы это не отработали, кстати, что будет? Эти качества не приблизили. Ждите новых учителей, родителей, партнёров. Потом дети проводят. Мало детей и партнёров, соседей начнут помогать издавляться от гордыни и взрывать смирения. И кайца или? Вспомните свою свою жизнь, своё детство. Я проведял себя, у меня сто процентов входит. Моих клиентов у всех тоже самое. Это первые четыре наши. Соответственно, папа, мама номер один. Дальше наш партнёр. Мы думаем, что мы будем наслаждаться. Мы ищем партнёра, чтобы наслаждаться. Да, удовольствие это наша стихия, стихия воды. И она очень сильна у нас. Что планета состоит у нас на 90% из воды. Удовольствие. Но удовольствие это всё будет тогда, когда она будет в благости. Когда мы разовьём в себе качество, позволяющее получать удовольствие, станет в благости. и так же это прекрасная приманка. Вспомни, сколько удовольствия сексуальной в лице, когда мы сошлись любого это... Сколько по времени? У кого год? У кого год было? У кого два? Давайте сборщим. У кого пять лет? Жайс. Вы знаете потом, как это было. Пять лет, да? Мы сейчас говорим про обличение то, которое было изначально, когда мы только встретились и начали ухаживать друг за другом. Вот тот самый пик. Не говорю про трансформацию, которая, естественно, вот вторая чакра перешла на четвёртую и соединилась вторая и четвёртая, что я называю настоящая любовь. Если только анахата, это только друзья, да? Криматеринская любовь. Если только вторая чакра, это сексуальная любовь. Секс. Но когда мы соединяем вторую чакру с четвёртой, моё понимание, это человеческая любовь, наполненная страстью и благостью. Итак, мы поняли, что, поскольку мы понимаем, что тот партнёр, который встречается нам, и это есть наш кармический учитель. Кому называется это, что это не исключительно? Кому не называется? Скажите, почему не называется? Я пустянусь. Что самое не что? Слово кармический, че, или, ну, почему же я, я пустянусь. Слово кармический, хорошо, давайте так, не кармический, долги. Я пришла с долгами, да, мне нужно научиться, вы пришли в институт, вам нужно научиться стать врачом, вам вставлять программу, правильно? И чтобы стать врачом, я должна эту программу пройти. Затем у меня будет акинатура, практика, у меня будут те учителя и пациенты, которые будут меня учить. Верно? Соответственно, и душа-то знает, кого выбирать, кто будет мне партнером. Мы же притягиваемся. Учитель-ученик. Мы одновременно учили и ученик. И если мы принимаем этого партнера как учителя, а помните, как мы должны принять благодарность, мы учим на святого благодарения и благодарения Господь, за все, что ты мне дал, хорошее и нехорошее. Хотя нет ничего нехорошее, а все, что не так долго, все во благо. Но это наш ум говорит, эй, за что мне такие испытания, за что мне машину помяли, почему дом сгорел, почему меня уволились от работы. Потому что мы не принимаем